В России, а также Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении с 4 мая и до конца следующего года будут отменены возные пошлины на электромобили. Соответствующее решение окончательно утвердил Совет Евразийской экономической комиссии. При этом послабление не распространится на гибридные модели. Напомним, что сейчас таможенная ставка на электромобили для юридических лиц составляет 15 процентов, а для физических около половины от таможенной стоимости транспортного средства. В 16-17 годах, когда власти впервые обнуляли тарифы, это не касалось физлиц. Сейчас нулевые пошлины будут распространяться в том числе на частников. В России начались продажи обновленного кроссовера Audi Q7, который был представлен еще прошлым летом. После рестайлинга взгляд фар стал более хищным, а решетка радиатора ощетинилась мощными вертикальными прутями. Новые задние фонари оказались соединены массивной хромированной планкой, а бамперы другой формы добавили дополнительный сантиметр длины. В салоне появилась полностью новая передняя панель, по центру которой расположен 10-дюймовый дисплей управления медиасистемой. Под ним установлен тачскрин поменьше, он заведует климатом. Третий по счету, но не по значимости экран, виртуальная комбинация приборов, но она доступна только за доплату. Кроме того, в списке опций также значится проектор. Стартовая цена после рестайлинга выросла на 150 тысяч рублей. Стандартная комплектация включает комбинированную обивку сидений, электропривод передних кресел, двухзонный климат-контроль, сервопривод пятой двери, светодиодные фары и многое другое. При желании набор оборудования можно дополнить опциями на свой вкус. Для этого есть три фиксированных пакета. Из гаммы моторов полностью исключены бензиновые версии, так что единственным двигателем для российских Q7 остался трехлитровый турбодизель. Впрочем, фанаты модели вряд ли расстроятся. На дизельный вариант приходится почти 100% продаж модели. Чтобы не подрывать популярность машины, в Audi решили обойтись без гибридной надстройки, которая обязательна для европейских кроссоверов.